Агиль, ну, прежде всего, я начну с того, что есть такой регион Гурия. И в этом регионе, вот в Грузии, оттуда мои корни тоже есть, значит, и в этом регионе всегда первый тост произносит замир. Честно говоря, когда я был ребенком, я, значит, не понимал, что это за тост замир. Почему замир? Чтобы с Америкой войны не было, еще чего-то не было. Но в итоге вот сегодня, это стало настолько актуальным, мы поняли все, что такое мир. Но есть другое выражение. Хочешь мира, готовься к войне. Насколько у нас сегодня, насколько у нас сегодня, это все актуально, скажем так. Вот это выражение. А я пока сообщу ребятам, что мы на другом этом самом стриме, чтобы они нас не ждали и не обижались. Хорошо, хорошо. Это, Гела, это сейчас актуально не только для нашего региона, региона Южного Кавказа. Это актуально для почти что всего мира. Мир переживает период трансформации. И мы видим, что различные страны, различные регионы испытывают проблему, угрозу, вызовут для своей национальной безопасности. Это не только войны, это и различные действия, отличие от войны, серые операции. Но в такое время мы живем. В такое время мы живем. И, к сожалению, как ты сказал в твоем тосте, многие, наверное, забыли. Это тост. Многие забыли, что военные действия – это не то, что должны люди решать в 21 веке. Я, хотя и бывший военный, но, наверное, именно и военные не хотят, чтобы была война. Потому что мы знаем все ее горести, все ее проблемы. Но ситуация такая, весь мир колбасит, развязан, бушит пламя большой конвенциальной войны, которая в таком или ином виде будет воздействовать, как минимум, на наш континент. Смотри, любая война – это, конечно же, поединок. Вообще воюют не армии, воюют, говорят, страны. И любая война – это поединок между странами, экономиками, международными отношениями и так далее. Но так или иначе на поле боя встречаются армии. Можем мы сейчас посмотреть на… Начнем с военно-политического состояния и положения наших стран. Вот трех стран Южного Кавказа. Начнем в Азербайджан, Армения, Грузия. В каком состоянии находятся? Грузия Келла, я предлагаю тебе копнуть поблудже не только военно-политическую ситуацию. Давай обговорим положение с национальной безопасностью для всех трех республик. Давай. Как я тебе сказал, действия происходят вне рамок военных действий, которые не затрагивают военную составляющую. Дело в том, что мы с тобой об этом говорили в начале войны, о том, что вот эти рейтинговые агентства, которые выставляют армии на вторые, на третьи, на пятые, на тридцатые, сороковые, пятьдесятые места, это не совсем отображает реальный боевой уровень, либо оборонное могущество государства противостоять как гибридным, так и прямым военным действиям. Окей, поехали. Азербайджан. Азербайджан. Наверное, наиболее сильное государство в плане обеспечения своей национальной безопасности. Какие ветры, какие вызовы и угрозы есть в данное время для Азербайджана? Прямых военных действий, думаю, что и ты со мной согласишься, вероятность низкая. Основная проблема для Азербайджана – это как бы проблема с Карабахом, которая решена, и проблемы с Арменией, стараются решать мирным путем. Но у Азербайджана два соседа, которые в различной степени, в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, представляют различные степени воздействия на Азербайджан, которые Азербайджан должен учитывать. И я еще хотел бы затронуть такую вещь, Гела, как военный потенциал. Ты называл передачу таким образом, чтобы мы коснулись этой темы. Дело в том, что военные потенциалы стран, любой страны мира на нашем континенте, на середину 2024 года, это может не совсем отображать реальную возможность государства противостоять современным угрозам и вызовам. И в этом ключе Азербайджан – самая развитая, самая высокотехнологическая армия региона, включая Иран. Но военный потенциал надо осозмерять, и в том числе, и как ты можешь проецировать свою военную силу. Давай вспомним удар Ирана по Израилу. Несомненно, израильская армия высокотехнологическая армия, более высокотехнологичная армия, чем армия Азербайджана. Но давай вспоминать, ракетно-дроновую атаку на Израиль отражали коалиции из, по-моему, восьми стран. В воздухе летало 60-80 истребителей, которые воевали с дронами. А если посмотреть на военный потенциал Ирана – ржавые танки, старая авиатехника, стрелковое оружие без ночных прицелов. То есть технологически это старая армия. Но она может воевать своим узконаправленным технологическим развитием, дронами, камикадзе, баллистическими ракетами, и осуществлять угрозу стране, которая нам более развита в военно-технологическом смысле. Давай затронем твою страну. В плане обеспечения национальной безопасности Грузия переживает переформатирование. Это был долгий процесс разночтения грузинской оборонной внешней политики в отношении Евросоюза, в отношении Соединенных Штатов Америки, что серьезно испортилось после заключения закона об инагентах. Поэтому считаю, что грузинская правящая элита в данное время находится в поиске новой формы обеспечения своей национальной безопасности. Я в данный момент не считаю, что в национальной безопасности Грузии есть серьезные угрозы и высоты, в том числе и от Российской Федерации. Что касается военного потенциала. Военный потенциал Грузии был сформирован по натовскому образцу. Планировали, что это будет мобильная армия с не очень большим количеством боевой техники. К этому обязывает и ваш рельеф, как бы ландшафт вашей республики. Но в то же время были заключены контракты, чтобы не ослабевать времени на разработку и производство. С поляками был проект, может быть, нынешние события будут ослабевать. Да. И как будет осуществлять грузинская армия к переходу на новый военный уклад? Это ждет все страны, в том числе и Азербайджан. Я на примере Ирана и Израиля указал, что современный военный уклад большинства стран не соответствует реалиям и угрозам и вызовам. Армения. Армения тоже, в своем роде, находится в трансформации своей национальной безопасности. Ливийную долю национальной безопасности Армения обеспечивала Российская Федерация. В силу различных факторов, все мы это знаем, как бы живем на Кавказе, знаем, что к чему, это все снова не имеет смысла как бы перечислять. Армения пытается диверсифицировать как свою оборонную политику, так и свою национальную безопасность путем формирования новых направлений, военно-технического сотрудничества, военного сотрудничества и изменение диверсификации своей оборонной политики в целом. Из всех стран региона, пожалуй, наименее слабым потенциалом обладает Армения. Судя по открытым источникам, Армения потеряла две трети своих средств поражения, артиллерии, танки, систему противовоздушной обороны. И, как мы видим, она пытается это восполнить покупкой у Индии, покупкой у Франции, с Европой, с некоторыми странами очень плотное военно-техническое сотрудничество. То есть Армения хочет восстановить свой оборонный потенциал. Но надо сказать, что Армения динамично развивает именно ту отрасль, которая имеет перспективное направление – это дроны Камикадзе. Они уже где-то три года занимаются этим. То есть возможно, что Армения меняет и военное строительство направления своей армии, хочет перейти на натовский стандарт. И возможно, что в перспективе 3-5 лет Армения сможет выйти на реально такой уровень, который позволит кратно увеличить свой оборонный потенциал. Именно вот этими дронами, средствами для ведения асимметричных войн. И кроме нашей проблемы с Арменией, такого большой риска конфронтации у нас нет. У вас, если к слову сказать, если, скажем, поменяется правительство, либо будет резкий какой-нибудь отход, риск конфронтации с Российской Федерацией есть. В Армении риска конфронтации с Россией границы нет. Прямой конфронтации возможности нет. У нас тоже риск конфронтации с Россией минимален. Но с Ираном, так скажем так, у нас сложные отношения. А вот с Арменией с Ираном сложных отношений нет. Там понимание, там как бы взаимное пересекание национальных интересов. И если, скажем так, мирный процесс будет протекать без каких-либо проблем, без каких-либо резких отворотов, поворотов, то я думаю, что национальной безопасности трех южно-кавказских стран, республик в данный момент ничего не угрожает. Хотя их военный потенциал как бы далек от совершенства. Но это как бы проблема не только наша, ваша, это проблема всего мира. Вот я коротко скажу, вот это как бы турецкие дроны доминировали над севером Ирака. И одна вот ракета, одна ракета, называется изделие 358, это гибрид борожившего боеприпаса и зенитный ракет. Вот одну ракету Иран передал ПКК, организации ПКК, и сейчас у турецких дронов очень большие проблемы. В смысле, это какой-то вид ПВО такой ракет? Да, это гибрид, да, это ракета от ПВО, они на него поставили двигатель, у него радар был. Они на звук отстреливают эту ракету, и потом оператор ее джойстиком наводит на дрон, у которой тихоходный живет. Да. И вот как бы весь мир сейчас сказать, что вот как бы везде все хорошо, у нас все плохо, или у нас все хорошо, везде все плохо, нет. Мир в период трансформации, и оборонный потенциал это колеблющаяся величина, это не постоянная величина. Скажем, солдаты срочную службу уходят, приходят, или какая-то система уходит на ремонт, это же для таких стран, это же как мы, маленьких стран, же имеет значение. Это снижение оборонного потенциала. Но мир в период трансформации, так сказать, вот картина вот такая. Досточно интересно, спасибо за интересный обзор, но у меня, конечно же, ряд целых вопросов. Вот по Азербайджану. Азербайджанская армия перешла уже полностью на стандарты НАТО, можно так сказать? Ты знаешь, я даже не сторонник того, чтобы мы перешли на стандарты НАТО. Я об этом говорил у Гейдара Мирзы, ты его знаешь, я об этом говорил. Дело в том, что в украинской войне в Украине потерпел крах, показали свою несвоевременность, как российская военная школа, так и НАТОвская военная школа. Это устали в Украине школу. Что касается стандартов. Гела, процесс, ну, у вас же в Грузии тоже было. Процесс перехода на НАТОвские стандарты, если не разорять страну своими оборонными расходами, это 5-7 лет. Мы в пути. Мы в пути перехода на НАТОвские стандарты. Это процесс, который имеет как динамику, так и тенденцию. Но, но, именно военное мышление, именно какую военную школу нужна Азербайджану, Турции, Соединённым Штатам Америки. Это процесс ещё переосмысления. Как сказал заложный на конференции в Англии, в Украине война переходного типа. И для того, чтобы понять, какую армию строить, сколько в армии и каких средств поражения боевой техники должно быть в военном нужном время, чтобы они пересмыслили то, что происходит на поле поля. Я сейчас подумал, вот мы говорим стандарты НАТО, стандарты НАТО. Наверное, не все наши зрители, и даже я до конца не понимаю, что такое стандарты НАТО. То есть, что мы вкладываем в это выражение? Давай объясним в общем и в целом, что мы вкладываем. Это специально разработан документ. Часть из них входит в категорию «станак», то есть это стандарты НАТО. Это требования, скажем, к форме одежды. Это требования, скажем, даже к пошиву обуви. Это требования к рациону солдат. Это стандарты. Это стандарты. Стандарты, как планируются операции. Какая должна быть боевая техника. Даже там есть такой пункт, как качество топлива. То есть, есть госсоветский стандарт, а есть как бы НАТОвский стандарт. И все это стандартизировано, чтобы отвечало таким требованиям. Скажем, 3-4 страны НАТО воюют где-то, чтобы у них было единое топливо. Чтобы они могли заправляться единым топливом. То есть, это всеобдеблющие. Или, скажем, требования к обеспечению бронестойкости, скажем, боевой машины пехоты. Там есть стандарт. То есть, есть стандарт, по которому эти страны будут разрабатывать свою боевую машину пехоты. Стандарты. Раньше, может, люди помнят, был госсоветский стандарт. Ну, а стандарты НАТО. И это не факт, что, скажем, все страны Восточной Европы, которые находятся в НАТО, только они же не все достигли стандарта в НАТО. Вот Польша неделю тому назад 10 МиГ-29 передала в Украину. И истребитель полностью переделать под стандарт НАТО, это невозможно. Его можно вооружить некоторыми системами, чтобы он воевал в системе НАТО, соответствовал возможностям противовоздушивания. Но потреблять он будет свое топливо, у него свои нормы, регламенты, обслуживания. То есть, это процесс, который может заниматься и целых 20 лет. Сколько Польша в НАТО? И полностью она все еще стандартам НАТО не соответствует. Я как раз об этом хотел спросить, потому что, ну, значительная часть вооружений армии Азербайджана – это российское оружие и советское бывшее оружие. Поэтому это не мешает классификации стандартов НАТО? Ведь там калибр, орудий и так далее. Это разнобой, это разнобой, это мешает, мешает. У кого, скажем, ну, давай возьмем тоже Польшу. Или, скажем, давай возьмем Армению. В Армении советские стандарты. И плюс… И фантюр все советская. Да, да, да. И плюс они еще закупили 155-миллиметровые системы двух разных стандартов. То есть, вот французские снаряды в индийскую пушку не засунешь. Это хотя и один тот же стандарт, но там разные пороховые заряды. То еще ты такой, да, конечно, это проблема для логистии. Ну, как Украина мучится? У них там вообще-то в зоопарк всего, что есть НАТО, все, что было в Советском Союзе, вот Украина использует. Это мешает в определенной степени. И планированию боевых действий, и обеспечению. Это, конечно. Но, скажем так, вот я как тебе сказал, что я не сторонник того, чтобы мы вот сразу быстро все перешли на НАТОвский стандарт. Давайте разберемся, что нам нужно из НАТОвских стандартов. Нужен ли нам танк? Нужен ли нам артиллерий, буксирюмы или самоходные? Нужен нам истребитель пятого поколения, или истребитель сразу шестого поколения, беспилотного? То есть даже не мы, Гела. Вот сейчас даже такая страна, как Соединенные Штаты Америки, она находится в процессе переосмысления. Вот они остановили программу истребителей шестого поколения. Что, ребята, подождите, зачем истребитель за 500 миллионов долларов человеком, когда вот такие маленькие, малюсенькие дроны вытворяют такие вещи? Они остановили программу разработки шестого поколения истребителей. Вот сейчас они думают, что надо сделать. Поэтому как бы вот считаю, что будет легче вам, будет легче нам. Мы в процессе освоения стандартов, у вас большинство НАТОвских стандартов, прошло имплементацию Армении в начале пути. У нас действительно прошло имплементацию, но, знаешь, у нас странная ситуация, очень странная ситуация. У нас на протяжении 20 с лишним лет там американцы готовили армию по стандартам НАТО, готовили офицеров, обучали и так далее, но нам не давали оружия. У нас теоретически, теоретически, у нас офицеры вообще военные, уже кто-то ушел, уже кто-то воевает в Украине, они очень хорошо подготовлены. Но если у тебя лук и стрела, ты же не сможешь воевать ни по каким стандартам. Да, у вас сухопутные войска в основном вооружены советским вооружением, либо модернизированным. Ну, ты знаешь, вот у вас как бы получился путь Румынии. Румыния вот как бы до сих пор большинство савонское вооружение. Ну, не было денег на как бы выделять, переоснащать. Нам даже денег не было. Нам просто не продавали, Агиль, нам просто не давали оружие. Нам правда не продавали оружие. Да, согласен. Нам первое, кто дал оружие, это Трамп дал эти джавелин. Да, и вам, и украине. И вам, и украине. Потому что все после 2008 года, а до 2008 года, мы покупали старые украинские танки, старые, уже советские еще, и их потом с помощью израильтян модернизировали. Это называется боль на выдумку хитра. Да, да. Дело в том, что нам просто запрещали иметь оружие. Ну, у нас тоже самые были проблемы. Нам тоже до сих пор есть страны, которые нам оружие не продают. Ну, что тут сделать? Знаешь, в чем была разница между вами и нами? Ну, то, что у вас было больше денег, это одно. У нас была четкая идеологическая направленность на Запад. Запад нам оружие не давал, а другие не давали, потому что у нас направленность на Запад, пускай вам Запад дает. Вам было все равно, у кого покупать оружие. А нам вы могли покупать оружие у других. Ну, я согласен, и Грузия, и Украина, это, скажем так, не те случаи, которым Запад должен гордиться, как бы. Согласен. В итоге мы имеем сейчас очень хорошо, очень хорошо теоретически подготовленную армию. Да, да. Теоретически очень. Но с огневым потенциалом у вас, конечно, не очень, тем более... Какая проблема. Да, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки прикрыли некоторые программы. Ну, это как бы 50-60 миллионов, это немалая сумма для бюджета обороны Грузии. То есть тут... Но опять-таки, это же программы были теоретические. Это не были программы поставок вооружения. Но тут знаешь, в чем дело. Эти деньги вы бы потратили на свои другие нужды, да? Вот когда эти деньги... То есть в бюджете Министерства обороны Грузии есть различные статьи. Одна статья, скажем, тренировка армии. Когда вам эту статью оплачивают, вы деньги перераспределяете на другие статьи. Ну, да, конечно. Их миллионы, это, конечно, слышно, как бы очень хорошо. Но на деле это что? На деле это 10 американских солдат на самолете прилетели, грузинский кофе попили, с ребятами поговорили, улетели. Списали 20 миллионов долларов. Да, я очень хорошо знаю, о чем мы говорили. Ну, смотри, Агиль, следующий момент. Следующий момент, в котором прогресс Грузии мы более или менее разобрались. Хотя, в принципе, смотри, если брать с точки зрения географической, география Грузии такая, что у нас, в принципе, можно же закрыть страну. У нас же горы. Просто единственное, что у нас, то, что в Синвальском регионе сейчас русские расположены, это достаточно серьезное жало, которое может перегрыть все коммуникации. Гело – это старый взгляд. Я не зря упомянул про иранские дроны. Иран, а теперь Российская Федерация – это страны, которые могут устроить в любой стране стратегический паралич за 8-12 часов. 300 дронов Шахет – что сделают с Грузией? С его инфраструктурой, с его военными базами, центром принятия решений. Это называется стратегический паралич. И не надо никому дергаться, про границу вашу переходить. Капитулируйте через… Не только вы, кстати, если нам, как бы… Подожди, но тогда нужно ПВО, тогда нужна система ПВО против дронов. Почему говорю, что мир в процессе трансформации? Конечно, нужны дешевые средства ПВО. Это не только вам, это и Израилю надо. Израиль весь мир продавал свою систему противовоздушной обороны, но оставил маленькую пейку. Он не придумал маленькие дешевые средства противовоздушной обороны против дронов. И вот за это платит. Хезбалла, там еще другие, третий, четвертый, его атакуют маленькими дронами Камикадзе. Жгут его танки Меркава за несколько миллионов долларов. Мир в процессе трансформации. И пока эта трансформация не пройдена, пока войны не поняли, что нужно для того, чтобы защитить свою страну, многие страны сейчас уязвимы. В том числе Соединенные Штаты Америки. Если по Соединенным Штатам Америки запустить, скажем, ну это из области фантастики, ну давайте запустим по Соединенным Штатам Америки, по его инфраструктуре, там газовой, энергетической, там другой инструктор. Тысячу шахетов. Что будет в Соединенных Штатах Америки? Самая сильная армия в мире. Вот так. Так что военный потенциал сейчас, поэтому я в начале статьи сказал, интервью сказал, военный потенциал на середину 2024 года, это вещь, которую очень сложно измерить. Действительно очень сложно измерить. И вот по Армении. Слушай, ну мы уже обсуждали, что многие говорят, что это фейк, и вообще считают, что это фейк. Тем не менее, конечно же, не прошла мимо тебя новость о том, что о возможной поставке и ранам вооружение Армении, именно вот шахедов и так далее. Но слишком уж несуразная сумма, полмиллиарда долларов. Ну несуразная все. Тут есть два момента. Я их обозначу. Конечно, я эту новость встретил. Давай не будем учитывать политические моменты между ЕС, США, Иран, Арменией, а сосредоточимся на военно-технический момент. Да. Армении с военной точки, с военно-технической точки зрения очень было бы выгодно покупать иранские шахеды. Это реально действенная штука, которая работает. Ну скажем, Украина бьется третий год, до сих пор стопроцентно эффективных средств противовоздушной обороны против них еще нет. Будет через год. Но сейчас нет. Но дело в том, что Иран не продаст Армении свои средства ПВО. Иран это никому не продавал. Дело в том, что средства ПВО имеют свои частоты. Это секретно. А где гарантия, что система ПВО, которая попала в Армению, секреты ее частоты, все технические нюансы не попадут в руки американцев, а оттуда и Израилю, и другим. Как бы их им друзья. Поэтому эта сумма очень большая. Шахед не так дорого стоит, чтобы за него 500 миллионов долларов платили. Средства ПВО, за исключением противозенитных ракетных комплексов, их и Армении передавать могут, но Армении покупает мистеральку Франции. А шахеды да. А шахеды да, но насколько это Армения хочет вмазаться в оружейную сделку с Ираном. Это уже политические моменты, которые на данный момент я не смогу оценить. Поэтому я... Понятно. Вот хорошо. Давай придаваем. Сейчас мы говорим все время о политике, в общем-то. Давай сейчас о военной политике поговорим. Ну вот шахеды... Вообще вот структура вооружения Армении, наверняка ты ее отслеживаешь, ну до 44-й войны было понятно. Там было все российское, все единого стандарта, все... И уставы у них были российские, и все остальное. Сейчас они получили вот эти бастионы, броню... Это бронемашины, да, насколько я понимаю? Да. Бронемашины из Франции, они получили какую-то артиллерию из Индии. И, допустим, там вот беспилотники какую-то часть на полмиллиона, и на полмиллиона они получат из Ирана. Вот это все свести воедино возможно? Возможно, но они в начале пути... Нужно будет насыщение. А насыщение 3 года, 5 лет. И то, что у одной страны, скажем, с советской наукой есть различные типы техники. Это нормальная мировая практика. Скажем, возьмем Египет. В Египте на одном аэродроме эксплуатируются, скажем, американские вертолеты и советские истребители. И то же самое Индия. Не, военная наука это как бы осваивает. Не очень хорошо, как бы с этим можно справиться. Но, как бы, Армения сказала, что для восстановления ее оборонного потенциала чтобы она дошла до того уровня, скажем, который у нее был довоенный период, то минимум два года. Потому что нужно насыщение. Индийские пушки, это же за три года дойдут. Сейчас они, по-моему, 6 или 10 штук получили. Но это же не огневая мощь. И плюс они хотят еще, как бы, тоже перейти на западную военную школу, на стандарты НАТО. То есть перевооружиться и заодно и провести реорганизацию армии. Это 3-5 лет, как минимум. Основные элементы, чтобы пройти. Но вот я дроны, они дроны делают. Вот и FPV-дроны. Они сами делаются, и у себя делают дроны? У них есть несколько конструкторских бюро. Некоторые детали они покупают у Китая. Некоторые детали делали у себя. Они начали делать взрывчатые вещества для того, чтобы с этих дронов Камикадзе использовать. И у них был завод, который выпускал гранатометные выстрелы. А гранатометный выстрел это самое как бы универсальное средство для дронов Камикадзе. И технику бьет, и строение. А просто подвешивают на дронов Камикадзе, и он падает с ним вместе? Да, да, да. Ну, армянец такое делают. У них, правда, другого цвета, темно-зеленого цвета. Но они уже делают. Вот это увеличение оборонного потенциала. Вот это даже, если на это дело будут налегать, то может получиться, что, скажем, через 3-5 лет у них будет армия броса 21 века. Ну, знаешь, в свое время, я просто по аналогии говорю, в свое время, когда речь шла, после уже августовской войны, когда речь шла о военных действиях, всегда же рассчитываешь на то, кто твой противник. Потенциальный противник. Вот, например, грузинская армия, Грузия всегда должна была рассчитывать, что у нее один только противник может быть. Это Россия. И когда сравнивали военные потенциалы, даже была такая теория. Кстати, очень-очень большой чиновник в свое время об этом со мной говорил, он говорит следующее, Гелла говорит, наша задача продержаться 5 дней. Я говорю, почему 5 дней? Потому что потом вмешаются внешние игроки и типа-то у нас послушают. А если Россия не послушается внешних игроков? Ну, Гелла, я почему сказал, что давай рассматривать национальную безопасность. Национальная безопасность, один из ее компонентов, это военная сила. Но вот в таких случаях, когда военные силы несоразмерны, национальная безопасность обеспечивается и другими инструментами, экономическими, политическими. Вот как бы тот твой случай, о котором ты говоришь, это военно-политические заключения союзнических отношений, чтобы они вас защитили, но как бы... Так вот, я почему об этом вспомнил? Я, конечно, не сравнил. Конечно, сейчас разница в военных потенциалах Грузии и России, разница военного потенциала Азербайджана и Армении, это разные вещи. Но, тем не менее, все-таки, ну, Азербайджан на порядок сейчас в военном отношении выше Армении. Вот тот комплекс мероприятий, который они проводят, он может обеспечить национальную безопасность Армении с точки зрения, кто является его противником. Не считая Турцию, Турцию мы не считаем, не берем, конечно. Основным фактором, который обеспечит национальную безопасность Армии, это, чтобы у них не было проблем с соседями. Но это само собой, это лучше всего. Если они решат проблему с соседями, то им нечего разоряться на свою оборону. Они расположены в такой оси, что в их небезопасности заинтересовано очень много стран. Скажем, тот же Иран, скажем, та же Европа или, скажем, те же Соединенные Штаты Америки. Вот единственная угроза, вызова для их национальной безопасности, это справедливость с Азербайджаном. Заключить мирный договор, решить все проблемы. А после этого они могут по-любому сконфигуровать свою национальную безопасность. Это и союзнические отношения, это и, скажем, резкий рост своей армии. Они могут, скажем, разоряться на оборону, жить как Израиль, чтобы и женщины служили, и мужики служили, чтобы у вас там место положено в 100 самолетов, летало 500 самолетов. Ну, скажем, вот половину, ты представляешь, половину военного бюджета Израиля тратит военно-воздушные силы. У них 500 самолетов. Ну, у них, наверное, это исходя из специфики самого Израиля. Ну, да, вот люди решили, что у них национальная безопасность должна быть такая. Но Армения тоже может пойти таким путем, но будет ли экономическое будущее этой страны? Как будет развиваться эта страна? То есть есть разные пути. Это не только путь армии, путь закупки оружия. Есть разные способы обеспечения своей национальной. безопасности. Нет, само собой, да. Это ясно, что национальная безопасность, если войны можно избежать, то ее лучше избежать. Это понятно, это ясно. Мы же говорим о том, что есть последний довод королей. Так или иначе... Слушай, у меня давно к тебе был вопрос. Вот сейчас как раз я спрошу. Вот все говорят о роботизации, все говорят о том, что вот будет воевать техника и меньше будет воевать людей, что будет этот переход. Но то, что мы сейчас видим в мире, это потихоньку приходит в практике военного призыва и наоборот увеличение людей в армии. Так я не понял. С одной стороны дроны, дроны, эти самые роботы, еще что-то, еще что-то, а с другой стороны люди, 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 как Первую мировую войну, что ли? Давай начнем с того, что в Украине война переходного типа, гибрид. Об этом я говорил не раз. Но давай представим войну через три года. Назови любые две страны соседние. Первое, что придет тебе в голову, скажи. Ну, Пакистан-Индия. Пакистан-Индия. Это вот Индия, Индия может поднять и Пакистан тоже. Обе страны могут выйти на такой уровень, что у них будут воевать дроны. Смотря какой путь военного уклада, военное противоборство они выберут. могут задуматься, что, скажем, вот украинцы сейчас применяют по три тысячи дронов в день. Это большая конвенциальная война, но там людей побольше, я думаю, что там понадобится 50 тысяч в день. Это в месяц получается миллион с половиной, да? Так, давай возьмем по тысяче долларов, там подороже будет с искусственным разумом. Давай по тысяче долларов. Это сколько получается килограмм? Ярт. Ярт. Ярт только на дроны. А и вот как бы главнокомандующие могут сказать, что зачем так? Давайте воевать людьми. Люди стоят дешевле. То есть это зависит от замысла. Есть страны, скажем, с моральными ценностями, которые будут выбирать деньги. Есть страна, которые будут воевать за счет людей. Но передовая военная мысль идет к тому, что будут воевать дроны. Дроны уже воюют. Дроны уже воюют. В 2024 год Украина отстояла благодаря дронам. Если бы не Украина не отстояла бы наступательную российскую операцию, которая началась с октября-ноября прошлого года. с дронами, которые делали что-то не кустарно, да? Ну вот. А сейчас уже кустарно нет. У них уже скоро машинное зрение будет. Никакой радиоэлектронной борьбы с ним ничего не сделают. И они будут гонять сами людей. Людей, технику. Вот так. А вот скажем, как бы выбор, да? Вот ты сказал, что почему где-то вот людей хотят собирать. Даже в Германии заговорили о мобилизации. Слушай, Германия. С их технологиями. Со всеми они говорят о мобилизации. А это смотрим, с кем воюют. Если он воюет с Польшей, то ему мобилизация нужна. Но если все страны будут воевать с Российской Федерацией, они готовятся к этому. То президент им нужен будет. И рабочие руки, и людские руки им нужны будут. Ты считаешь, что возможно вообще в сценарии самой войны с Российской Федерацией все-таки ядерная держава? Я считаю, что Российской Федерации особо и не за чем как бы воевать с этими странами. Очень многое зависит, кто будет президентом Соединенных Штатов. Российской Федерации с такими темпами действий, как сохранить свою стратегическую устойчивость как государство в течение, думаю, что двух лет. А он не посыпется. Но вот если, если бороды увеличить тот ущерб и урон, который Россия получает в день, она может выстоять 6 месяцев, 8 месяцев. Это сценарий благоприятный для Украины, да? А теперь давай посмотрим сценарий благоприятный для России. Пришел Трамп, зафиксировал линию фронта, украинцы остались здесь, россияне остались там, оружие есть, экономика горячая, и возможно, что россияне, скажем, могут пойти на Прибалтику. Но, скорее всего, россияне этого делать не будут. Россияне очень хорошо усвоили урок Ирана. И, давай заметим, они уже в Европе работают с серыми операциями. Действия отличные от войны. Они как бы ведут информационную войну, они ведут экономическую войну, они доходят и до диверсий, до террористических актов. То есть, скорее всего, конвенциальную войну он не будет делать, а вот будет работать вот таким образом. И это в определенной степени заставит любую страну увеличить свой силовой ресурс. Возможно, полиция, возможно, спецслужба, возможно, армия. Это в зависимости от того, каким образом это государство будет этому противостоять. То есть, они уже воюют, Герман. Тут иранские солдаты находятся на территории Ливии, думают, что на единице, но Иран уже воюет с Израилем. Поэтому вот я как бы поэтому я говорю, что военный потенциал в середине 2024 года, это немеримая величина, государство все больше, все больше и больше начинает воевать непрямыми военными действиями. Да, непрямые военные действия, мы об этом еще поговорим и о гибридной войне, непрямых военных действиях, но смотри, на самом-то деле, вот ты упомянул Балтию, да, мой хороший приятель, знакомый, хороший очень приятель, генерал Рихо-Юхтаги, он до недавнего времени он лавал кайстами силы самообороны Эстонии. И как-то в одном из интервью он сказал, что, у него спросили, но это еще до начала войны широкомасштабной в Украине, что если, говорит, что будет, если, говорит, русские войска двинутся на Таллин. Рихо-Посредственно сказал, они все умрут. И кстати, и кстати, вот страны Балтики очень сильно работают над этим. Это противотанковое минирование, то есть классическую традиционную военную операцию с применением сухопутных войск, к этому прибалт уже как бы его эффективность они уже намного снижают. Намного снижают. Но опять-таки давай подумаем так, что Россия атакует не пехоты, а скажем 300-500 тронов. К этому прибалты готовы. Меняется философия военного противостояния, мы на стыке, мы на стыке, и сказать, что вот есть государство полное, полностью защищенное, я думаю, что нет. Откуда у Польши новые современнейшие авиационные пушки, то есть скорострельные зенитные пушки, чтобы отразить атаку 500 тронов в Камикадзе. Ну вот там приспичило россиянам атаковали 500 шахедами польскую территорию. Объекты ключевой инфраструктуры, военные базы, центры принятия решений. Что будет с Польшей как страной? Мы на переходном периоде, и абсолютно нет такой страны, которая может сказать, что я абсолютно защищенная страна. Ну, может, там Китай, Индия сидят в стороне, там вроде особо ничего не урожает. Но на нашем континенте проблемы с безопасностью имеют все. Ну да. Не, просто-напросто меня, честно говоря, в свое время он уже рассказывал. Знаешь, я вот так одним глазом палю за чатом, столько ботов набежало. Это популярность, это признание, это что-то дик. То есть боты прямо как вроде бы без приглашения, но валят только так. Значит, и вот у меня сын смотрит телефон, как-то залез на мои комментарии смотрит, говорит, папа, почему на украинском канале комментарии пишут русские? Я говорю, боты не обращай внимания. Ну, что делать? Ходят, ходят, ищут. Ну да. На то они и боты. Так вот, я, честно говоря, был впечатлен, когда он рассказал о системе, когда даже с трех лет, с четырех лет дети знают, что у них будет, если что-нибудь, начнется война, например, начнется какая-то экстренная ситуация, и родителей нет дома, у них есть специальный рюкзачок, они берут этот рюкзачок, и они знают, куда им прийти, где о них позаботятся. Вот эта система, конечно... Это старый взгляд. Я не хочу пуговаться прибалтов, у них есть войска НАТО, вряд ли у них будут военные противодействия, но это старая мысль. Сейчас государство, жертвы атакуются совсем другими вещами. Во-первых, начинается процесс коррекции населения страны, жертвы, и приходит так и создается такая ситуация, что, скажем, такая страна, к примеру, как Эстония, там говорят, что почему нам не быть в союзе с Российской Федерацией. Сейчас я думаю, что, скорее всего, горячая фаза в Российско-Украинской войне такой-то мало где будет повторяться, потому что страны увидели, что можно сделать в пропаганде, религии, то, что сделал Иран. И я думаю, что все тоже будут думать об этом. То есть вряд ли эстонцу придется воевать, эстонскому парню, малышу придется воевать с российским солдатом. Нет, его будут поглощать медленно, как какую-то еду. Его будут поглощать медленно, годами. Но через три года информационного обеспечения он подумает, что в России очень хорошо. А давай помнишь, были времена, когда снимаете актеры, знаменитые киноактеры, модели приезжали получать гражданство. Человеку мозг замучить нечего делать. трагедия, но сейчас уже это будет трудно, потому что на самом деле Россия очень ошиблась, когда вредила вот такую прямую войну в Украину. Это была огромная ошибка, огромная трагедия. судьбоносная судьбоносная буквально ошибка. Огромная трагедия, огромная катастрофа, я бы даже сказал, сколько жертв стоит с другой стороны. Слушай, ну и главный вопрос, который сейчас наверное у нас есть и все зрители думают об этом, это вопрос о том, ну вот насколько вероятно война у нас. Военные любые, там Россия, Грузия, Армения, Азербайджан, Азербайджан, Иран, еще там какие-то варианты. Насколько вообще вероятно, когда оцениваешь вероятность возникновения военного конфликта в нашем регионе? Скорее всего Иран нас оставит на потом. После того, как он разберется с Израилем, установит свое господство на Ближнем Востоке, получится это у него или не получится? Он не разберется с Израилем и не установит свой раз. Поглядим, да, поглядим. Тут же не только от Азербайджана многое зависит, тут многое зависит от, скажем, позиции Соединенных Штатов Америки. Да. Поэтому вероятность конфронтации, даже политической конфронтации, вероятность какого-либо конфликта между Азербайджаном и Ираном, я думаю, что это сценарий низкой вероятности. Что касается между Арменией и Азербайджаном? Знаешь, ситуация в динамике. Ситуация в динамике и вот возможно какой-либо поступок армянских политиков, они любят на нервах играть. Что может задеть национальное чувство азербайджанцев? Армения любит так делать. И может быть какой-то конфликт короткий, приграничный. Да, да, да. Но сказать, что мы собираемся воевать с Арменией, мы готовимся к этому, война с Арменией это не то, что сейчас азербайджанская армия может сделать через час, к этому надо будет готовиться. подготовки к войне у нас нет. Мы сосредоточены на мирные переговоры, но это не означает, что если они перейдут наши красные линии, они будут тянуть переговорами, скажем, не два-три месяца, а год. То есть тогда, да, тогда может настигнуть точка невозврата, когда мы будем готовиться к войне, и это будет реальная война между двумя государствами, которая скорее всего очень плачевно захочется для армии. Но предпосылок пока к этому нет. И сказать, что вот это намечается, это ожидается, это тоже цена. и в том и в другом случае достаточно низкая вероятность. Да, У вас тоже низкая вероятность. Россия сейчас не до вас, у вас сбалансированная политика с Российской Федерацией, Россия вас в Роган не видит, от вас угрозно чувствует, чего бы им было с вами воевать. А если вдруг проигрывает мечта, и приходят те, которые у России есть ресурсы для того, чтобы начать какие-то операции в Грузии военные сегодня? На данный момент нет. На данный момент нет, потому что во-первых, я буду говорить цинично, извините, я про военную операцию говорю. Для того, чтобы сокрушить Грузию, потому что пока к вам дойдется свободная армия, пройдет неделя, может две недели, да, нужно будет по вам отработать хотя бы в районе от трехсот до пятисот штук политических крылов от ракет. А эти все ресурсы находятся в Украине. И пока они воюют с Украиной, они даже если захотят, они вам такого удара не нанесут, чтобы потом начать активные сухопутные действия. Высадка воздушного морского десанта. То есть пока таких лишних ресурсов в Российской Федерации нет. Ну и наконец, насколько для нас представляют угрозы ситуации, например, в Северном Ираке, операция военная труса в Северном Ираке или даже в Сирии, насколько это на нас может перекинуться и как-то на нас повлиять? ломают выборы среднего штата в Америке. Наверное, сам аналитик знает, что весь мир замуж ждет, чтобы готовиться к различным сценариям, но активных мероприятий не проводят, чтобы понять, каким будет 2025 год. Придет Камила Харльц, это будет совсем другая ситуация. Придет Трамп, будет совсем другая ситуация. Поэтому я абсолютно не могу в чем-либо быть уверенным и предсказать какой-либо сценарий высокой вероятности. Возможно, пока Байден в власти турки усилить военное присутствие на севере Ирака, захотят что-то получить, а вот кто придет и каким будет расклад на Ближнем Востоке, в нашем регионе, мне об этом судить сложно, а без этого картинку не выстроишь. Ты знаешь, вот сейчас пролетел так, что я и не заметил. Я очень сильно прошу прощения у наших зрителей за задержку, во-первых, и прошу прощения за то, что вот в таком не совсем форматном виде, и я, я вам честно скажу, я не мог читать вопросы, и мне больше всего жаль, что я не могу читать вопросы вот в таком, то есть, я уже привык там на Стримьярте там сбоку идет, и я спокойно даже выдашу вопросы, но я обещаю, что решим мы как-то эту проблему, и в ближайшее время пообщается, уже ответит на вопросы, да, так сделаем. Обязательно, обязательно, Геон. Наш регион переживает нелегкие времена, об этом надо говорить, это надо обсуждать. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.